Ты имеешь самый большой в настоящее время рукописный фонд по истории Второй мировой войны. 17 кубометров писем. Какое самое запоминающееся свидетельство о войне? Ой, это очень трудно сказать. Это очень трудно сказать, потому что настолько они, вот этот весь пласт, он как бы однобразен во всем. Потом, что вот нас подняли и мы пошли, нас подняли и мы пошли. Нас подняли, тревога 12 июня, а выступили 18 июня. И вот это вот движение границы. Сейчас я нашел, есть письма власовцев у меня. Я очень жалею, но это не моя вина, что ледокол не вышел в Россию. И вот рухнул Советский Союз, и я вот, он у меня давно лежит. Здесь на Западе его никто на русском языке не взялся публиковать. Если бы он лет на 10, а лучше бы на 15 вышел бы раньше, то я бы застал бы гораздо больше. А они же, это уже умирающее поколение. Уходящее. Уходящее. Я прошу прощения, уходящее. 70 лет в нашей стране народ не имел истории. Это какая-то цепь преступлений, пишешь ты. Истории Великой войны не существует. Не существует. История искажена абсолютно. Да, конечно. 28 героев Панфиловцев, Зоя Космодемянская, Александр Матросов, Лиза Чайкина, Николай Гастелло. Вот эти подвиги этих людей, эти люди существовали, эти подвиги были или нет? Про Николая Гастелло сразу. Было это, не было, не знаю, но было у нас перед войной фильм, который назывался «Пятая эскадрилья», и там вот этот вот «Перед войной», что наши людчики, они израсходовали весь боезапас и что-то надо делать. И вот они совершили такой подвиг. И потом война начинается, и тут же, вот наша пропаганда, вот такой подвиг. 28 героев Панфиловцев. Вот это полная чепуха. Не было? Нет, они были люди, но там командира полка за тот бой сняли. Вот это номер один. Номер два. Журналисты, которые это дело все описали, после войны их вызвали в прокуратуру и сказали, ездили ли они туда, откуда у них сведения про 28 героев Панфиловцев. Он сказал, что дальше штаба армии он не выезжал. Вот там говорили, что вот, а как, 28, откуда 28? Он приехал в редакцию, а главным редактором был Артенбер. Красной звезды. Красной звезды. Он был очень талантливый человек, и он спрашивает, сколько было в роте человек. Он говорит, 30-40. Он говорит, давай 30. В роте, значит, было 30 человек. Вот, но потом, вот, двое, два предателя оказалось, побежали сдаваться. И Панфиловцы их сразу уничтожили, и 28 их осталось. Потом он говорит, слушай, два предателя, это что-то, это много, один предатель. Вот, а те 28, так остались 28. То есть, 30-40, он говорит, сколько в роте был человек, да, рот одержал. То есть, стояли насмерть, действительно? Нет. Ну, командира полка сняли за тот бой. Зоя Космодемянская, это миф? Нет, Зоя Космодемянская существовала, однако, деревня Петрищево после войны была полностью выселена. Всех людей оттуда выселили. Это номер один. Номер два, что немцев там не было. Номер три, что она совершила преступление, потому что по урагской конвенции тактика выжженной земли – это военное преступление. Был приказ Сталина сжигать все вправо и лево от дорог, чтобы зима, мороз, чтобы немцам негде было оставаться, чтобы этим морозом их крушить. Добить. Да, добить. И она сжигала конюшню, поймали ее свои собственные люди русские, потому что это дети, это матери, она сжигает деревню. Ее на этом деле приловили и отдали в соседнюю деревню, где была немецкая комендатура, а тут немцев не было. То есть, с точки зрения геройства, да, это самопожертвование, да, конечно, это был труп, это были истязания и прочее. Она за родину, она отдала жизнь за Сталина, за родину, да, это да. Вот, однако, то, что это был преступный приказ, что сжигать мирных жителей, когда вот сидит баба на печи, мужика у нее забрали в ополчение, она сидит с детьми. Голодная. Голодная. А ее сейчас, или она выбежит из этого дома на мороз, или ее сожгут в этом доме. Александр Матросов бросался на амбразуру вражеского зота? Вот этого я не знаю, вот этого я не знаю, однако закрыть абразуру телом невозможно. Я думаю, что архивы по-прежнему скрывают очень много тайн. А скажите, кому-то вообще нужна эта правда? Ну вот мне нужна. Вот, я не знаю, может кому-то еще, наверное, еще. Вот эти 17 кубометров писем, это то, что до меня дошло, это говорит о том, что правда нужна. И Твардовский говорил, что а еще без чего прожить нельзя. Вот он пишет, от начала Василия Теркина, а еще без правды сущей, правды прямо в душу бьющей, как бы ни было горько. Без этого мы не проживем, на соломенных ногах лжи мы не проживем. Понимаете, и правда-то хорошая. Я говорю, хотели напасть на Гитлера. Ну, ребят, ну-ну-ну. На фашиста. На фашиста напали, хотели напасть. А вы говорите, а вы доказываете, что хотели с ним целоваться. Вот это нехорошо. Почему ни в СССР, ни в России до сих пор не написана честная история войны? И узнаем ли мы когда-нибудь правду о Великой Отечественной войне? Почему не написано? Потому что... Почему не написано? Потому что если начинает... Потому что она нелицеприятная. Потому что то, что напишешь, оно разрушит последний миф. У нас есть миф. Все, до этого был. Вот мы идем к коммунизму, а оказалось, не туда идем. Вот был миф. Вот великий Ленин. Вот, ну, не очень великий. Был великий Сталин. Не очень великий. Вот и 70 лет сплошных ошибок и преступлений. И осталась одна святая страница. Это Великая Отечественная война. То есть, один у нас день, самый лучший у нас. Это 22 июня 1941 года. Вот на нас напали. Вот мы на Финляндию нападали. На Афганистан нападали. Наши добровольцы... На Чечню нападали. В конце концов. Правда? Правда? На всех. А тут на нас напали. А тут я говорю, да вот у нас тоже вот перышки тут вокруг. Оруэлл написал, кто управляет прошлым, тот управляет будущим. Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. Да. Чем можно объяснить, чем ты объясняешь негласное табу на Западе на пересмотр истории Второй мировой войны? И чем для Запада страшна правда о давно минувшей войне? Так же, как и для Советского Союза, они искали свою выгоду. И для них была Германия, это был конкурент, промышленный конкурент, которого надо было придавить. Это номер один. Вот недавно всплыли документы, что уже после войны Маргарет Татчер, ей очень не хотелось, чтобы это дело все соединилось в критическую массу. Им это очень-очень не хотелось. Даже вот на этом уровне, через сколько лет, в 89 году, через сколько лет после войны, перед войной Германия страшила и Америку, и страшила Великобританию. Нужно было придавить. Тем более, что это когда пришел к власти Гитлер, и тем более, что они пытались Версальским договором задушить ее. А Германия из-под этого жерного вынырнула в новом обличье, таком страшном, пугающем. Их снова надо было душить, как такую агрессивную силу. И для этого они, конечно, хотели использовать Советский Союз. Поэтому в их истории Гитлер – это исчадие ада, кем он и был на самом деле, а Сталин – такое же исчадие ада, но только он вот… И тут совпали интересы Великобритании, Америки и всех остальных, и Советского Союза. Вот у нас Сталин дурачок, а у нас танков не было, вот мы такие вот неготовые, вот такие мы дурачки. И этим нравится, и немцам это нравится. В Германии не пробьешь. Мы вспоминали Ленина, ты писал, что Ленин был сифилитиком. Я не проверял, да, но встречал я такие документы, когда приезжали врачи западные, и потом давали свои заключения о причинах его мозга, там что-то у него и прочее, что это последствия сифилиса. Понятно? Ну, да. Пока. Продолжение следует...